здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева мы с вами на моем канале разбирали краткую биографию товарища сталина я читала полностью эту книгу было очень много комментариев за что вас благодарю благодарю также всех кто поддерживает мой канал а сегодня я хочу поговорить о том кто же подложил бомбу под ссср когда и кто взорвал всю эту систему и конечно речь у нас пойдет не о ельцине с горбачевым потому что и так понятно это была завершающая фаза речь у нас пойдет никите сергеевича хрущеве и двадцатом съезде кпсс именно здесь бомба которые готовили заранее еще при жизни сталина потихонечку подкладывали обкладывали все эти бомбочки террористическую систему коллективную тарацкисты враги с помощью естественно и иностранных разведок как же без них куда без них естественно потому что все это кому выгодно вопрос кому выгодно конечно это все было выгодно тому же западу антанте той же самой тем же самым нашим геополитическим врагам которые геополитические враги где-то 400 лет вот они сами об этом говорят они сами у них у самих проскакивает эта цифра 400 лет то есть они здесь где-то 400 лет вот эти вот пираты внедренцы нелюдь наверное какая-то которая внедрилась человеческие тела и вот крутят вертят весь сатанизм у нас на нашем земном шаре и рванула эта бомба именно на двадцатом съезде и именно на этом докладе хрущева конечно один хрущев не мог все это провернуть естественно это была целая команда и команда эта появилась не не вчера не не с 20 не накануне двадцатого съезда она появилась гораздо раньше она появилась и с революционных времен просто кого-то удалось вычистить узнать а кто-то зашел глубоко залез под кожу и присел там притаился что называется хрущев один из них потому что действительно сталин получается не распознал хрущева вот говорится о его подозрительности о том что он параноик он весь такой подозрительный ну и и а результат это что а чё он не прав что ли свои подозрительности а хрущев у нас кто не враг а микоян который не конструктор а который вот помогал хрущева то есть здесь надо смотреть на всю эту команду есть это хрущев кто его поддержал микоян его поддержал молотов сразу поддерживал сталин он сразу был против поэтому сразу оказался в оппозиции и жуков там еще суслов мелкие сушки но вот главное это это был микоян хрущев жуков и давайте посмотрим этот доклад что здесь предисловиях 2002 году его оцифровали и стал доступен так были просто какие-то отдельные отрывки здесь есть несколько мнений что это такое было давайте выдержки прочтем пишет некий карл аймер махер доклад хрущева на закрытом заседании двадцатого съезда кпсс 1956 году сейчас почти полувека спустя со времени самого событий нельзя рассматривать вне общего исторического политического и морального контекста тех лет не контекста процессов происходящих в советском союзе и в братских коммунистических партиях а также вне противостояния характеризовавшего взаимоотношения государств востока и запада во время холодной войны но в одном сборнике конечно невозможно достаточно подробно осветить все темы непосредственно связанные с докладом хрущева согласно как известно доклад хрущева на двадцатом съезде свое время был воспринят как попытка преодоления вызванных диктатурой эксцессов такой же попыткой позднее должно было стать в чехословакии превращение построенного первоначально по советскому образцу общества в социализм с человеческим лицом больше создание профсоюза солидарность но все это чушь собачья конечно все это чушь собачья все это разговоры для про социализм с человеческим лицом дальше это все скажем так подложка обертка а суть то была в другом и сейчас спустя столько времени несколько десятилетий мы можем действительно сказать а что это на самом деле было вот сегодня как раз это все проявляется именно вот сегодня вот в эти годы все очень хорошо проявляется становится фактурным начинаешь видеть суть происходящего что там за под всеми этими красивыми словами и обертками было на самом деле был подрыв движения мира к социализму коммунизму причем подрыв не просто в советском союзе и варшавского блока мирового устройства после великой отечественной войны победы да а это был подрыв во всем мире подрыв уважения коммунистам к социализму неуверенность у всех тех кто повернул голову у всех угнетенных народов и что дальше произошло дальше во всем мире стало уничтожаться коммунистическое движение стали уничтожаться физические лидеры партии лидеры настоящие патриоты национальных странах национальных общинах народностях то есть везде более-менее заметные люди которые умные которые выдвигали идеи за которыми могли пойти на массы они стали физически уничтожаться вот к чему это привело поэтому рассматривать этот доклад как просто ну как бы какое-то местечковое корпоративное событие которое здесь у нас тут внутри произошло ведь сразу же советский союз не развалился вроде как бы такое вот ощущение но на самом деле пошел развал везде пошел разброд везде и якобы все эти народы и национальности которые входили в советский блок после военные якобы они тоже хотели всего этого развала вот так это дело стали представлять но и естественно почищать архивы известно что сегодня известно многие историки говорили илюшин говорил о том что хрущев почистил очень многие архивы там особенно где имеются данные о его кровавом следе то есть это его пытаются представить как клоуна как какого-то самодур недоумка точно так же как и горбачева а ельцина представить как пьяницу но на самом деле за всем этим стоит стоит совсем другой расклад никакой он не недоумок он очень хитрый коварный враг хрущев и его надо называть именно тем чем он есть на самом деле он враг был он враг советской власти советского народа социализма враг он троцкист и он опасный враг и те кто его покрывал посмотрите вот все время вину перекладывают на ленина сталина якобы они подложили бомбу они подложили не бомбу они создали они вытянули из развала эту российскую империю они вытянули страну и сделали величайшей державой мира ленин и естественно сталин под руководством сталина а про хрущева помалкивают еще там горбачева ельцина куда не шло но ельцин у нас вообще фаворе памятники фаворе попытки поставить памятники сталину натыкаются на страшное сопротивление чиновников они хотят естественно сохранить все это всю эту тему все что им создал хрущев поэтому они прикрывают хрущева они понимают что они не могут его просто так вот вытащить его на пьедестал потому что слишком много там за ним глупости идет это не получится но и ничего про него не говорят они кивают на ленина и сталина это называется хуцпа то есть перекладывание ответственности они умеют перекидывать карму они умеют перекидывать свои преступления ответственность за свои преступления на невиновных в этом они просто мастера и делают они это через публичное озвучивание этой оферты и вот 20 съезд он получается был таким публичным озвучиванием и 20 съезд он аплодировал докладу хрущева как мы сейчас увидим протоколе и получается принял эту оферту за весь народ но поскольку они это провели в тайне народ то не знал они считают что это ничего не значит значит приняли эту оферту потому что уже к этому моменту хрущев и товарищи компания они подготовили в количество в этом съезде тех людей которые должны были их безоговорочно поддержать иначе бы они не выступили с этим заявлением на дальше еще выносила из мавзолея тоже ночью втихаря и тоже все промолчали были ли те которые не поддержали хрущева наверняка были но мы о них не узнаем потому что они скорее всего были либо уничтожены и физически в том числе если это были серьезные люди какие-то их могли просто отодвинуть но известно что был против маршал рокоссовский и молотов не поддержал но это очень серьезные фигуры которые просто так уничтожить было нельзя это было бы слишком заметно но снять их отодвинуть их от власти можно было что и было сделано вот рокоссовский точно не поддержал но они уже умудрились после смерти сталина когда им удалось все это провернуть всю эту тему отравления сталина они везде поставили своих людей да еще был убит абакомов тоже который имел непосредственное участие и мог очень много чего рассказать то есть там вырисовывается интересная связка хрущев дело еврейское дело врачей которые прикрыли и про которые говорят что якобы там ничего не было можно подумать вот всего по сегодняшним дням как ничего не было что у нас нет врачей которые участвуют при власти и которые устраняют неугодных это что какая-то какой-то секрет или этого не бывало или этого нет и почему дело врачей так замяли всех оправдали там кого-то успел при сталине еще успели расстрелять там 15 человек еврейского антифашистского комитета тоже самое убийство главного михойлса естественно свалили на сталина якобы полина жемчужная кому-то там чего-то сказал то есть сплетни 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 и все это запускали в народ и этот народ этому не противодействовал народ был одурманен окручен обманут таким образом что он не мог нигде выразить свое слово и провести действительно расследование потому что те которые приближались как абакумов как абакумов его уничтожили его сразу не уничтожили далее его там выдержали немножечко потом все таки они его расстреляли то есть это уже при хрущеве там очень интересный расклад получается к сожалению ни один из историков весь этот расклад не не вытащил на поверхность нету полного нету полной картины где-то что-то кто-то примазан никто не говорит про микояна а микоян один из главных участников потому что он везде поддерживает хрущева значит он в курсе он в теме микоян это тот самый который микояновская колбаса это вот этот сам есть еще конструктор авиаконструктор его родственник брат по моему микоян миги которые самолеты делали а есть другой микоян который был министром внешней торговли не шторг занимался и соответственно он занимался еще продуктами он привозил из америки соусы кухню какую-то интересную там привозил вот по всем этим под всеми этими соусами творилось еще и предательство родина предательство интересов социализма то есть якобы посмотрите вот прикидывается под культом сталина якобы борьбы с культом на самом деле уничтожали социализм потому что уничтожали весь социалистический строй и это было если разобрать деятельность хрущева то это полное полное стопроцентное вредительство ни одного плюсов его деятельности нет его пытаются сказать нету плюсов даже если скажете про хрущевки то про хрущевки можно отдельно поговорить почему и на каком основании стали появляться вот эти хрущевки потому что мне скажут люди жили в бараках да люди жили в бараках почему они жили в барак потому что это люди которых сорвали с земли из колхозов создавали невыносимые условия там ведь сталин что сталин хотел задержать людей на земле чтобы земля не пустела без людей не обезлюживалась дело хрущев делает ровно наоборот он разгоняет гонку вооружения как бы как бы как бы якобы борьбе якобы показуха чтобы подорвать экономику чтобы люди жили нищими некрасивыми чтобы не было легкой промышленности да ничего не было ни колгот ни туалетной бумаги чтобы этого ничего не было ни хорошие обуви ни одежды ничего чтобы все шло якобы на оборонку на самом деле под эту оборонку раздувалось раздувались штаты с деревень срывали людей целыми семьями и они селились в бараках а потом эти бараки заселялись вот этими хрущевками страшными этими страшными действительно хрущевками но люди были счастливы они же не понимали какая какая большая игра идет и что за всем этим стоит народ то простой там тогда в то время уже ничего не понимал конечно они были счастливы хоть как-то улучшить свою жизнь они же не знали кто и зачем им создает эти условия говорилось якобы это необходимость нет не было никакой необходимости можно было создать хорошую жизнь на селе конечно можно было почему нельзя то ее и стремились создавать если все по уму делается и если там нет предательства я уж не говорю там про коррупцию коррупция это отдельно осознанного предательства но об этом можно говорить долго и много то есть для меня абсолютно очевидно я разбираю многие книги и спасибо вам еще раз говорю за поддержку потому что я покупаю книги я люблю бумажные книги и я с ними работаю не их очень много потому что в каждой есть что-то одно то другое то третье и получается вот такая картина который говорю к сожалению ни один историк пока целостную картину не сказал возможно им просто ну нельзя это все говорить возможно у них нет стопроцентной уверенности потому что где-то где-то уничтожены документы может быть они также думают но не могут сказать потому что с них спросится больше ну а мы простые обыватели имеем право думать как как хотим как считаем нужным тем более мы народ вся власть у народа народ есть единственная власть я одна из народа и я высказываю свое мнение о том для меня хрущев однозначно продуманный враг враг советской власти враг нашего советского народа ну и естественно давайте посмотрим здесь когда я вам говорила что этот съезд двадцатый съезд стал подрывом не только внутри партийным внутри союзным а он стал подрывом во всем мире всего коммунистического движения оказывается не я одна так считаю здесь вот при предисловиях к этому съезду тоже было об этом написано я этого не знала я просто с удивлением увидела что это видимо это очевидно не только для меня естественно есть есть люди которые написали эту правду вот например здесь какие выводы могут следовать из истории доклада хрущева и прожденных ими вопросов многие служители системы на самом деле искренне верили в идею нового общественного порядка и во что бы то ни стало стремились провести ее в жизнь действительно верили да обманули это я говорю это очень серьезная и очень успешная продуманная операция запада а может быть над структурных каких-то управленцев вот тех самых нелюдей у которых есть гораздо больше знаний возможностей технологии чем у человечества у того же коллективного запада потому что такое ощущение что какой-то вот нечеловеческий ум искусственный интеллектом в этом помогал потому что нужно было во первых это все проанализировать во времени и ждать тоже не спеша не вот там быстро быстро человеческая жизнь все-таки коротка а такое ощущение что это задумывается на на столетие на 200 лет когда кто-то может проанализировать это все и один человек или даже группа людей или все научно-исследовательские институты просто человеческие они не в состоянии провести такую работу за этим всем следует какой-то нечеловеческий ум я предполагаю что у них есть этот искусственный и антиинтеллект тот самый сатана или тот самый там яхве что это не то что там какой-то бог или какая-то сущность это скорее всего и грегор но именно и интеллект как компьютер такой но анти человеческий вот этот компьютер который сюда запущен вот внедрён именно компьютер бесспорно и то что диктатура утверждающая что хочет вернуться к справедливости может достичь этого лишь на основе независимой правовой системы и широкой дискуссии о преодолении прошлого ну вот видите мы то здесь видим люди пытаются просто человеческими понятиями оперировать а здесь если мы посмотрим на всю систему спустя годы вот с высоты этих лет мы видим что здесь не человеческая система ну мое такое мнение вот у меня складывается такое мнение потому что я здесь пока вижу просто в этом тексте просто банальное человеческое понимание ни одна диктаторская система не может своими силами обеспечить право защиту видите это довольно мне кажется скажем ясно понятно согласно все верно но однобоко примитивно и скажем так тонкий слой всего лишь здесь затрагивается хотя абсолютно справедлив эллюзорна также идея возможности частичного восстановления справедливости общественные системы по определенной степени способны к внутренней эволюции могут корректироваться и дифференцироваться в отдельных областях однако такой процесс как правило длится очень долго и требует устойчивости господствующего в каждом конкретном случае аппарата власти как только структуры власти начинают вызывать сомнения это неизбежно ведет к серьезным столкновениям при которых не исключены жертвы изменения которых горбачев попытался достичь с помощью гласности также носили конфликтный характер ну вот они когда пишут из меня которая горбачев пытался достичь с помощью гласности они носили конфликтный характер горбачев такой же агент влиянию уж точно он агент разведоквый там и цру ими 6 или еще каких-то однозначно и как и ельцин завербованные агенты Поэтому что он там хотел достичь? Это он исполнитель определенной воли, которая за ним стояла. И вот так вот писать о том, что он пытался достичь, уже примитивно. Уже примитивное понимание, но, скажем так, наивное детское какое-то понимание. Ничего он не хотел достичь. Он действовал строго в определенных рамках, туда, куда надо было. Куда рассчитал вот этот искусственный интеллект. Их античеловеческий искусственный интеллект, который сейчас просто пошел, они пошли просто ва-банк. Посмотрите, что они творят. Они просто, ну, они сошли с ума, сбрендели, съехали. И они весь мир хотят перевернуть в это сумасшествие. И они к нам лезут недуром. Мы пытаемся сопротивляться, пытаемся, да. Мы стоим, но у нас их очень много внутри. И они изнутри подъедают. Потому что этот интеллект, он опирается именно на своих внутренних адептов, которые маскируются под патриотов. Они всегда маскируются под патриотов. Но здесь самое главное смотреть, какие оферты они проводят. Поэтому я вот это все дальше читать не буду. Это вы все можете сами почитать, посмотреть. Давайте просто перейдем непосредственно к докладу. Да, сейчас еще вот про зумщиков. Секретный доклад Хрущева. И Международное коммунистическое движение. Вот он как раз то же самое говорит о том, что он подорвал. Хрущев развенчал божество, на которое молились миллионы, постаравшись продемонстрировать всему миру, что этот бог такой ничтожный идол. Да. То есть эта бомба, ее не просто подложили, ее взорвали. И не одну. То есть взорвали всю систему. Но система была настолько сильная и мощная, что она каким-то странным образом, но она функционирует. Она жива. Она до сих пор жива. И они это знают. Они это понимают. Поэтому сейчас так востребовано имя Сталина. По новой. Просто волна идет. То есть маятник очнулся в другую сторону. То есть систему очень сильно купировали, подорвали, разорвали. Особенно стараются с молодежью работать. За 30 лет вырастили такое поколение, которое должно было, ну, с промытыми мозгами, которое полностью все отрицало, ничего не понимало. Поколение потребителей выращивали осознанно. Мы все это знаем. Это все происходило на наших глазах. И через наши души, через наши мозги в том числе. И мы тоже подвергались всей этой обработке. И если мы нашли в себе силы отнять это, отринуть это и сказать, что это был неверный ход, то это значит, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это значит, что у нас появился иммунитет. Поэтому нет худа без добра. Я всегда считаю, что нет худа без добра. И значит, не все потеряно. Поэтому, вот он, значит, вечером 25 февраля 1956 года, завершая свое выступление на закрытом заседании, Хрущев сказал, мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе личности. А мы не можем вынести за пределы партии, а тем более в печать. Почему, интересно? Если ты прав, если ты считаешь, что вы и ваша компания, ваша команда считают, что это серьезность, и с этим надо бороться с культом личности, то в чем проблема? Именно поэтому мы докладываем его на закрытом заседании съезда. Вот смотрите, что они сделали. Они провели эту аферту на закрытом заседании съезда. Но вот что здесь в самом СССР с текстом доклада предполагалось ознакомить достаточно широкий круг партийно-комсомольских работников, что автоматически означало распространение сведений о нем. То есть, знаете, как хитро. Он якобы это секретный, но на самом деле то, что знают двое, знает и весь мир. Знают все секреты, секреты, но на самом деле вот под этим видом, и как раз вот эта секретность, она и будет создавать именно то движение распространения, запретный плод сладок, как известно. То есть здесь все продумано. Посмотрите, все очень жестко, четко, по НЛП продумано. Как? Чтобы это все распространялось. Ну так, чтобы никто ничего не говорил. Но все все знали. Хитро. Значит, в самом СССР с текстом доклада предполагалось ознакомить достаточный широкий круг партийно-комсомольских работников, что автоматически означало распространение сведений о нем, пусть даже в устной и не всегда точной интерпретации среди большинства населения страны. Но относительно других государств, в том числе социалистических, Москва, первое время надеялось сохранить максимальную завесу секретности. Но вот это слово «надеялось сохранить» – это, конечно, ложь. Все это опять очередной трюк, потому что это невозможно сохранить. Невозможно. Потому что если все строилось на культе личности, действительно, на уважение к личности, а Сталин действительно гениальная личность, хоть культ, хоть не культ, но это действительно гениальная личность. Время это все показало, все расставило на свои места. Сталин – гениальная личность, который жил во имя рабочего дела, во имя русского народа в том числе, который четко сказал свою речь. Мы с вами читали его биографию, и речь после Великой Отечественной войны, после победы он отдал должное именно великому русскому народу, как основному победителю, как основному народу, который вынес на себе на своих плечах все тяготы войны. Конечно, все служили, все, все, безусловно, народы. Но русский народ, без русского народа не было бы этой победы. Вот что сказал Сталин. Это надо понимать. Здесь не то, что комплимент в сторону русского народа, но просто это факт. Потому что русское население, оно было основное русское население на территории России, которые были оккупированы немцами. Это в основном русское население. Погибало русское население. И воевало в основном русское население. И в могилах, я уже много раз говорила, и до сих пор, хотя они тоже потихонечку уничтожаются, в братских могилах, в Воронежской, Ленинградской, Псковской, Орловской области, Там лежат в основном 99% русские фамилии, русские парни, генофонд наш, несколько миллионов. И вот здесь это все. Там, естественно, тоже во всем этом участвовал и Хрущев. Сейчас уже тоже появилась информация о том, как Хрущев был связан с тем, чтобы немцы шли прорывами, чтобы они прорывали, чтобы было как можно больше жертв. Хрущев там имеет не последнюю роль, играет в этом во всем. Сегодня, еще раз говорю, уже стала появляться эта информация, которой не было раньше. Вот каким-то образом, может быть, все-таки у историков стали доходить руки до каких-то документов, и они стали сопоставлять правильно, но эта информация стала появляться. Так что Хрущев не просто такой вот самодур, но действительно очень неприятный чисто внешне. Он похож на Абажа из фильма «Кривых зеркал». Кривые зеркала. Королевство кривых зеркал. Он похож на этого персонажа, действительно, с этими родинками. Все, прям вот один в один. Это лицо лысая, жаба такая. Абаж. Он не просто Абаж, не просто жаба. Он конкретный продуманный враг. Он знал, что он делает и кому он служит. Но эта система-то, эта система не выявлена. Значит, они победили. Им удалось проникнуть и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И дальше мы уже имеем то, что имеем. То, что мы все наблюдали за эти 30 лет. За эти Горбачева, Ельцина и так далее. Вот вся эта система была выстроена еще с времен Хрущева. Они уже там подкладывали, подкладывали дальше. Под всех убирали людей, действительно, патриотов. Потому что с фронта стали приходить мужчины. И их старались двигать. А на место их выставляли людей с определенными психологическими наклонностями. К стяжательству, самомнением, завистливыми, жесткими, жадными, глуповатыми. Вот таких ставили чиновников. Поэтому и получалось, что чиновник, он кровот, туповат, какой-то глуповат, система какая-то неповоротливая. Так кадры же решают все, говорил Сталин. Поэтому такие кадры делали. Все, что он говорил, делалось ровно наоборот. Ну и еще это то, что сегодняшний день, сегодняшняя война на территории Советского Союза, на территории Советской Украины, это то, что Хрущев выпустил бандеровцев. Это прямое, прямое следствие. Об этом все историки тоже сказали. Как, каким образом. И они ставились на главенствующие места. Они не одевали вышиванки, они одевали костюмы, они говорили правильные речи. Но это были нацисты, бандеровцы. Поэтому Хрущев стоит как один из главных участников заговора против Сталина. Поэтому нечего говорить, что там Сталин какой-то подозрительный был. А что ему не быть подозрительным? Да, заговор был. Был и не один. Это факт. И Хрущев, вот этот доклад, это и есть как раз о том, что заговор был, и он был у них удачный. На этот раз им удалось, скажем, переломить ситуацию в свою сторону. Надо отдать им должное. Надо отдать должное западным разведкам. Они сработали замечательно. Или этому искусственному интеллекту, этому Яхве, искусственному интеллекту у них. Но это сработало. У них получилось. У них получилось подмять такую страну. Победителей подмять. Поэтому здесь, как это все пишет, как это все отразилось в Германии, Чехословакии, в Польше, я читать это не буду, потому что, естественно, коммунистическое движение и авторитет коммунистического движения было везде подорвано. Изменились отношения с Китаем. Но Китай как бы не пошел на поводу, но, тем не менее, отношения испортились очень сильно. Но это тоже было на руку Хрущеву. Ему нужно было со всеми испортить отношения. Вот что он и сделал. Потом, там везде у нас появляется Никсон. Никсон потом появляется у нас и с Брежневым. Тоже очень интересная фигура. Он просто так, что ли, приезжает? Десять раз он в Москву приезжает. Просто так, что ли, Никсон? Просто на прогулку соскучился? Нет. Это работа велась. Работа уже по внедрению своей агентуры. Так что к любому приезду Никсона надо историкам поднимать документы, и секретные документы в том числе, которые должны быть уже рассекречены к этому времени. Может быть, они и рассекречены работникам, честным и порядочным, кто в КГБ работает или ФСБ, кто имеет доступ к этим документам, и исследовать полностью фигуру Никсона и все его приезды, все, с кем он контактировал, какие бумаги подписывал. Все, все, все поднимать и доводить до народа. Правду доводить. Потому что народу говорили всегда полуправду, даже не полуправду, а там еще какую-то часть правды, прикрывая огромную ложь и выдвигая вот эти самые аферты. Потому что по закону мироздания они должны озвучить свои планы, а общество должно поаплодировать и принять эту аферту. И тогда сами виноваты. И тогда не надо спрашивать о нас за что. Но просто народ не знал, как работают эти системы. Сегодня мы знаем, нам уже сказали, что да, вот работают такие публичные аферты. Поэтому когда что-то идет, то, что внутри сопротивление страшное взывает у нормального человека, значит, надо сказать, нет, стоп, я это не принимаю. Вето, ставьте вето, сразу говорите вето. Не запрету, не запрещаю, а говорите слово вето. Оно каким-то образом работает на этот искусственный интеллект. Оно его принимает. По каким-то мельчайшим движениям воздуха, что ли, это чувствуется, что это работает. Вместе тем, критика, прозвучавшая из уст Хрущева, легла на благодатную почву антитоталитарных настроений в существовавших в странах народной демократии. Если раньше оппозиционеры, требовавшие либерализации режимов, созданных по сталинской модели, беспощадно преследовались, то теперь они получили неожиданную поддержку из Москвы, так как могли использовать существовавшую официальную линию в наследовании советскому образцу. Ну вот, все. То есть здесь все понятно. Дальше еще у нас было в 1957 году Хрущевы собирались отодвинуть уже Маленков, Каганович, Молотов, но у них ничего не вышло. Да, их не убили, их просто отстранили отовсюду. И дальше у нас молодежный фестиваль молодежи и студентов был, международный фестиваль молодежи и студентов. И под эту тему, вспомните фильм Меньшова «Москва слезам не верится», этого начинается с фестиваля молодежи и студентов, сколько иностранцев приехало, дружба фронши, все замечательно. Но под это дело к нам как раз внедряются и, скажем так, лавина этих агентов, молодых, здоровых, крепких агентов, ЦРУшников английской разведки, немецкой разведки, всех, короче говоря, вот сюда они внедряются под видом этих фестивалей. Это всегда так происходило, это всегда… Фестиваль – это прикрытие, но народ, естественно, ничего не понимает. А внедрение идет полным ходом, вот оттуда, вот где-то с 1957 года. Это уже, так сказать, пошла полная вовсю замена кадров сталинских. Вот еще тут интересная тема. Самым же излюбленным занятием молодых коммунистов целого ряда стран стало сопоставление текстов выступлением Микояна на 19-м и 20-м съездах КПСС. Причем вопросы, которые задавались в связи с этим, иначе как издевательскими, назвать было трудно. Ну, потому что Микояна они олистили Сталину на 19-м съезде, а потом ровно наоборот он перевернулся. Поэтому, естественно, должны были возникать такие вопросы. Ну, что называется, с лица не буду петь и плюю в глаза все божие роса у таких, как вот Анастас Микоян, который от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича, и про который еще никто не сказал, кто он есть на самом деле, и его роли. А пора уже сказать, кто он есть на самом деле, и его роль в развале Советского Союза. Поэтому здесь все ясно, то есть развалили, все понятно. Вот это бомбы. Что еще я хотела сказать по поводу этого доклада? Сейчас мы к нему перейдем. Вот он, этот сам доклад о культе личности и его последствиях. Доклад первого секретаря ЦК КПСС. Его последствия – это то, что победа в Великой Отечественной войне, построение великого мощного государства, социализма, движение к коммунизму во всем мире. Вот что было последствия так называемого культа личности. Не было никакого культа личности. Мое мнение – это, естественно, ложь. Это аферта. Я ставлю вето на это. Это Хрущев и мелкие завистливые сушки. Они, завидуя популярности Сталина в народе, уважения народа к нему, они, естественно, завидовали этому. Потому что у них близко даже нет такой фактуры вот этой личности. Они близко не стоят. Как их Черчилль назвал, они утонули в сапогах Сталина. Это же враги даже говорят о том, что это пигмеи. Да, была личность и были пигмеи. Масштаб личности Сталина, они вообще… Это у них там запредельно. Это где-то так высоко и так далеко, что вот это вот мелкие сушки, мелкие насекомые типа Хрущева. Хруща у него. Поэтому и фамилия такая. Говорят, что его не настоящая фамилия. Не знаю, это тоже надо проверять. Но то, что он родословный, он никакой не крестьянский сын, а он сын панского помещика, то есть и богатого помещика. И жизнь у него должна была быть совсем другой. Хотя здесь он неплохо пристроился на Украине. И сколько вредил он на Украине. И голодоморы на Украине. Вот здесь он на этом съезде, он как раз говорит о том, что Сталин Кассиора там расстрелял. Или Павлова. Вот Кассиор. Кассиор как раз он трудился на небе, создавал вот этот голодомор на Украине. Они вывозили, это просто, смотрите, документы есть, есть информация об этом, о том, что вывозилось полностью зерно, полностью почистую выгребалось. В одесских портах стояли корабли иностранные, турецкие, которые вывозили это зерно почистую. То есть жителям, крестьянам самим вообще ничего не оставалось. Это был осознанный, устроенный голодомор. Только не Сталином, а Хрущевым. Хрущевым и Кассиором. Но Хрущев все это перекидывает, вот как они это умеют. Они эту вину свою за свои собственные преступления, они умеют перекидывать на других. То есть они занимаются, это называется худспа, но еще это какие-то технологии. Потому что так долго им удавалось мутить, дурить головы народом, целым народом. Всегда невозможно всех обманывать. Можно обмануть долго одного человека или немногих долгое время, но невозможно обманывать всех и всегда. Поэтому времена расчета вот с этими преступниками, они неуклонно приближаются. Потому что появляются документы, появляются люди, которые хотят действительно разобраться, у которых нет личной привязанности ни к Хрущеву, ни к Сталину, ни к Микояну, ни к Кассиору, которые просто хотят разобраться по-настоящему. Эти времена приближаются, и таких людей будет все больше. Думающих, которые разберутся с этим вопросом по-настоящему. В этом докладе он начинает с того, что вот как по Алису Даллину, сначала авторитетом Ленина мы ударим по Сталину, а потом и самого Ленина. То есть все идет четко по этому плану, то есть он в курсе, ему дали задачу, ему подготовили этот доклад, и он по пунктам, если смотреть этот доклад по пунктам, мы сейчас просто в этом видео физически не успеем, то здесь все четко. Он здесь начинает лить грязь на Сталина с помощью Ленина, что были с помощью Ленина, с помощью Крупской. Но поскольку этих людей уже нет в живых, то никто не ответит. И никто не требовал почему-то документов, чтобы были предъявлены документы. Почему-то предлагалось верить на слово вот эта вот оферта. То есть поверьте на слово. Вот он просто это говорит, а разобраться времени людям не дают, чтобы вот вам, пожалуйста, вот документы, вот они архивные данные, вот они действительно, это не подделка никакая, это действительно письмо Ленина, допустим, завещание, или это записка Крупская, где эти документы. Нет, предлагалось поверить на слово. Еще он, когда читает этот доклад, он ссылается на тех, кто якобы там сидит в зале, но им слово-то не дается. Вот тоже очень хитрый момент, очень хитрый момент и довольно примитивный. Если вы ознакомитесь, вот не пошлите времени, ознакомьтесь с этим докладом и посмотрите на него с другой стороны, посмотрите на текстуру его, как бы на его конструкт, как он устроен. Вы увидите, что довольно примитивно работает просто на эмоциях. И люди, которые собраны в закрытом помещении, а возможно, может быть, там еще применялись какие-то технологии, они как бы зомбируются, ну как в церкви, да, когда ладан или когда кадилом машет поп, это происходит, это же он гипнотизера таким образом действует. И здесь тоже могло быть, могло быть какое-то постукивание равномерное, часов, может быть, или еще что-то. Все создано для того, чтобы зомбировать вот эту массу этого съезда и для того, чтобы он поаплодировал и принял вот эту главную оферту. Им нужно было, чтобы была принята оферта, и она была принята этим съездом. То есть у них все получилось. Вот он говорит, мы должны серьезно разобрать и правильно проанализировать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина. Нормально? Оферта проходит. Мы должны серьезно разобрать и правильно проанализировать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность То есть повторение даже какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина. То есть все созидательные моменты, вот здесь в одном этом предложении, все, что создал Сталин, созидание страны, чтобы не было повторения какого-либо подобия. Вы понимаете, что на самом деле, какая мысль заключена вот в этом бутерброде. Вот он говорит, Ленин, тут письмо Ленина, потом хопа-хопа-хопа-хопа мысли, и вот тут какие-то словоблудия, и дальше вот она вам программа внедрения. Мы должны серьезно разобрать и правильно проанализировать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина, который проявлял полную нетерпимость коллективности в руководстве и работе, допускал грубое насилие над всем, что не только противоречило ему, но что казалось ему при его капризности и деспотичности противоречащим его установкам. То есть он уже дал и оценку личности человека, и капризный-то он, и деспотичный-то он. А вот у народа было совершенно другое мнение. А вот народ почему-то не считал Сталина ни капризным, ни деспотичным, а считал его строгим, но справедливым. Люди это видели, народ это видел. А съезду, видите, что говорит? И капризности, и деспотичности. Какое право имел Хрущев описывать конкретные какие-то личностные характеристики? Это же его личное мнение. Это же всего лишь его личное субъективное мнение о том, что Сталин капризный. Может быть, с точки зрения этого Хрущева он капризный или деспотичный. А с точки зрения других людей он далеко не капризный. Он действительно не был никаким капризным. Хрущев, скорее всего, капризный и деспотичный. Он это все показал. Почему? У него нет абсолютно никакого авторитета. Посмотрите, не у Микояна. Просто про него помалкивают. Но его нету нигде. Нету, нету, нету этой личности. Никакого уважения нет. А уж Хрущев полное презрение у народа. Полное. Так оно просто не, скажем так, не сформировано в мысли, почему это презрение. Просто почему-то неприятен. Просто потому что это кукуруза, эти бандеровцы, это распаханная целина, которая потом испортили просто климат в огромной области Казахстана. Вот это все какое-то вредительство, какая-то глупость. Нету полной сформулированной задачи. Почему? Почему он неприятен так сегодня большинству, этот Хрущ? Почему? Потому что еще не сказан полностью ответ на вопрос. Потому что еще до точки не дошли, не добрались до всех документов. Просто интуитивно народ это считывает. Вот эту мерзость, мерзутную так называемую личность этого врага, который мимикрировал якобы. Представляете, он же коммунист был. А какие речи он говорил. А он речистый, он голосистый, он речистый, он эмоциональный. Какая прелесть-то, да? То есть вот оратор он такой. Это же как здорово, как это все влияет на восприятие толпы. А мозги, если включить. А если так вот отойти в стороночку, как товарищ Сталин, не торопясь, не спеша, без эмоций, и холодным разумом посмотреть на эту картину, на этого персонажа, которым являлся Никита Сергеевич Хрущев. Вот. Разобрав этот доклад, я увидела его внутреннюю структуру, как он готовился. Я увидела, как манипулировали съездом, сознанием делегатов, как дальше эти круги расходились по воде. Если вам будет интересно, напишите в комментариях, и мы тогда вместе с вами разберем эту структуру, чтобы вы понимали, каким образом внедрялись программы, программирование именно съезда. Каким образом это все зашло? Кто были те люди, которых активно обелял Хрущев? Кого он назвал и почему? Это все связано с предательством, с заговором генералов и с неудачами Великой Отечественной войны, и с огромной гибелью в первые годы войны, огромной гибелью солдат, армии целых. Это все не просто так. Им нужно было обязательно прикрыть это, потому что все равно бы стали разбираться в причинах неудач. Все равно бы народ поднимал этот вопрос. Так вот, если вам это действительно интересно, пожалуйста, напишите, и мы разберем эту тему. А пока всех вам благ. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои телеграм-каналы, на телеграм-канал группа «Прогулки по допотопной Москве». Кстати, в октябре продолжаются, сейчас в сентябре, и в октябре будет расписание в этих группах. Подписывайтесь, приходите, у нас очень интересно. С вами была Галина Конышева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok